отлично благодарю за обратную связь начнем нашу с календаря событий два отчета у нас сегодня интересных в 12.30 по великобритании PMI производственной и аналогичный показатель только он называется ISM производственной уже в штатах 18 лет по москве начнем обзор с пары евро-доллар вчера мы говорили что у нас есть важный отчет конференц-сбор и что данные будут хорошие лучше консенсус прогноза потому что хорошо растет средний заработок денежек в кармане американцы становится больше они эти денежки тратят и будут тратить дальше и вчерашний отчет подтвердил все вот эти мои ожидания были данные причем очень хорошие не просто лучше консенсус прогноза намного лучше консенсус прогноза 15-летний максимум ни много ни мало на текущем графике изображена как раз динамика индекса конференц-сбор мы видим плавный рост и о чем нам это все говорит то есть но вроде бы вышел отчет 15 лет максимум да здорово замечательно рынок вроде немножко отыграл и наверное все можно про это забыть то есть новость была вчера зачем они думать сегодня но на самом деле они можно думать сегодня и завтра потому что это очень хороший опережающий индикатор что значит опережающий индикатор он позволяет немножко в будущее заглянуть и какой же нам будущее здесь вырисовывается будущее достаточно интересное потребительская уверенность выросла и выросла очень сильно значит растут расходы населения и поскольку расходы населения растут то будет расти инфляция а что нам говорит инфляция рост инфляции это в свою очередь повышение ставок фрс ближайшее заседание через две недели 15 марта уже вчера после этих данных вот конференц-сбор выступал такой авторитетный представитель фрс уильям дадли это по сути дела человек номер два фрс номер один это жанет елен председатель номер два это дадли и дадли вчера конечно витиева то но все же говорил о том что может быть мы в марте повысим ставку то есть данные очень хорошие инфляционные ожидания ускоряются соответственно можно и не ждать в мае допустим а повысить уже в марте и вчера сразу же подскочил фьючерс вверх по ставке фрс то есть это рыночное ожидание когда могут фрс сможет повысить ставку и допустим на прошлой неделе такая вероятность на 15 марта оценивалась 40 процентов а то уже сегодня 64 процента и 100 то есть буквально за один такой вот неполный день сразу же на 24 процента более чем полтора раза выросла конечно это не сто процентов не 90 это 64 но тем не менее до заседания еще две недели вероятность растет с каждой практически минутой поэтому здесь мы видим что пара евро падает для нас в принципе тоже не сюрприз потому что и в понедельник и во вторник я говорил о том что мы будем падать и будем обновлять минимум который у нас был на прошлой неделе 1.04.93 то есть мы корректировались коррекция завершится и мы начнем падать и вот мы падаем поэтому позиции шартовые можно удерживать то есть продажи если вы продавали если вы без позиции то соответственно ищем небольшие откаты ждем эти откаты чтобы вставать в эти позиции и соответственно где может быть откат но хотя бы допустим 1 0555 и 1 0582 это среднее по болинджерных цивиках и смотреть индикаторы этих анализа то у нас сейчас на дневках и часовках есть тренд тренд вниз и более сильный на часовках там idx 3-4.5 и также мы на часовках вошли в перепроданность 26.9 PowerCI но перепродность на часовках это не такой совсем сильный сигнал потому что часовки это младший таймфрейм более такие хорошие сигналы получаются на старших таймфреймах допустим неделя день а там если смотреть допустим на дневках у нас PowerCI 40 стоит значение то есть мы еще далеко от области перепроданности поэтому здесь я думаю что мы будем падать и сегодня завтра либо в пятницу мы коснемся нижней по болинджеру сейчас это отметка на дневном графике 1 0483 сегодня у нас еще будет статистика по Америке и индекс АСМ для производственного сектора я думаю что данные будут хорошие то есть лучше консенсус прогноз и на этих данных доллар еще укрепится почему могут быть хорошие данные потому что на прошлой неделе было два опережающих индикатора то есть такие же данные только у региона филадельфии нью-йорк там был хороший рост многолетний максимум и вчера был аналогичный индекс деловой активности в промышленности штата Чикаго и здесь в Чикаго также был зафиксирован хороший рост таким образом сегодня я думаю вообще американский АСМ тоже будут хорошие и для доллара это хорошо плюс у нас растут фондовые рынки и японский индекс о котором вот сейчас говорили что надо бы подождать там как картинка прояснится сегодня картинка уже проясняется резкий рост самый такой мощный из всех азиатских рынков сегодня японский растет фьючерс на СНП растет то есть по СНП я говорил в понедельник и во вторник что дождаю 2384 у нас пока был максимум в понедельник 2372 поэтому еще потенциал есть а можем еще расти когда фондовые рынки растут для евро это тоже плохо поэтому в принципе и технический фундаментальный анализ показывает вниз тут нету причин сейчас для роста котировок спред облигации Германии США сейчас падает 217 байсных пунктов вчера был 215 то есть еще на 2 упал вниз то есть новые минимумы по спреду поэтому тут в принципе трудно найти причину для роста даже небольшого такого коррекционного поэтому пару можно широтить плюс вчера вот если вы посмотрите на графический анализ на часовках была фигура у нас двойная получается вершина мы достигли вчера максимума который у нас был 27 февраля но его не пробили стали падать вниз то есть в принципе тут все видоанализы какие можно присоединить они показывают вниз по паре евро доллар поэтому можно ожидать снижения соответственно вот у нас есть визу поддержки 520 на 493 где-то мы здесь становимся может быть сегодня становится только 0520 и завтра допустим дойдем 0,493 а может быть сегодня дойдем до 0,493 и затем уже коснемся нижней по болинжеру 0,483 уважаемые коллеги задавайте пожалуйста вопросы и я на них с удовольствием отвечу а мы пока поговорим о паре фунт-доллар здесь у нас практически события которым я уже говорил давно наступил мы сегодня увидели минимум 1,2349 еще чуть-чуть осталось до минимума 7 февраля 1,2346 и здесь я думаю что примерно такая же картинка будет то есть на небольшом росте необходимо пару продавать снижение котировок я думаю что судя по всему уже сегодня вечером может быть даже раньше мы 2346 обновим то есть сегодня в в Азию немножко мы не дошли до этой отметки 3 пункта осталось и здесь какая у нас ситуация получается ситуация такая интересная с одной стороны есть причина для роста это у нас данные через два часа практически даже уже меньше по PMI промышленности Великобритании я думаю что данные сегодня будут хорошие по Великобритании почему хорошие потому что надо посмотреть на график на заводские заказы по Великобритании то есть что у нас по заводским заказам если рост то и PMI хороший обычно если падение то и PMI не совсем хорошее здесь мы видим что у нас в целом вот динамика за последний год получается 10 месяцев были плохие и в правой части графика два месяца хорошие это январь и февраль именно вот в эти месяцы где на графике зеленый цвет это у нас рост рост заводских заказов почему заказы выросли потому что фунт очень сильно упал в последние полгода из-за вот этого референдума по Брекситу фунт упал и к евро и к доллару и к ряду других валют и таким образом продукция британская стала более доступна на внешних рынках то есть это хорошо для экспорта когда валюта падает и за счет вот этого такого позитивного фона в итоге увеличились заводские заказы то есть британская продукция немножко подешевела ее стали покупать и таким образом заказы растут поэтому на этом PMI я думаю мы можем подкатить вверх катиться к 124 ровно это средняя по Боллинжеру на часовом графике сейчас средняя по Боллинжеру расположена но может быть она будет чуть пониже в следующем части я просто не знаю куда Боллинжер наклонится поэтому смотрите наград построить на часовках Боллинжера с периодом 24 и вот от средней границы можно шарить сейчас средняя граница 12401 но в следующий час линия может быть уже пониже допустим 2395 то есть вот где-то здесь 2390 24 можно пару продавать и ждать снижение к этому самому минимуму 1 на 2346 это первая цель и 1 2310 это вторая цель на сегодня почему мы будем падать допустим после этих новостей почему не будет разворота здесь я думаю что фактора такой начинается общая такой долларовой по индексу доллара сейчас растет ко всем конкурентам трудно даже сказать кто не падает по отношению к доллару трудно кого-то выделить доллар укрепляется и допустим к канадскому доллару и к новозеландскому доллару и даже вот к российскому рублю потихонечку начинается рост небольшой но все же рост идет поэтому тут у нас в принципе все хорошо по индексу доллара и здесь еще один момент такой интересный сегодня будут новости по рынку нефти новости вечером традиционно и сегодня ночью был отчет от американского института нефти и API указал на то что у нас выросли не у нас имеется ввиду а в америке выросли запасы чуть более двух миллионов баррелей и здесь получается что можно ожидать с высокой долей вероятности таких же плохих данных и о минэнерго то есть минэнерго это официальные органы API это коммерческий такой институт но корреляция между API и минэнерго она очень высокая да конечно бывают исключения из правил но это все же редкость в основном корреляция прямая поэтому сегодня новые плохие данные и соответственно сколько доллар растет индекс доллара для нефти это плохо поэтому вчера вот у нас бренда доходило до 55 62 сейчас котировка 56 45 я думаю что мы будем снижаться по бренд к этой отметке 55 62 то есть можно также обтите нет сегодня и поскольку нефть будет падать для пары тоже поэтому здесь я думаю что пара будет снижаться поэтому ждем на снижение к уровня поддержки 2346 2316 на сегодня то какие у нас вопросы по фунту уже ответил так еще вопросы вроде бы вопрос пока больше не тогда поговорим о паре доллар иена вчера говорили что ждем рывка вверх и говорили также что на прошлой неделе что можно покупать так с прицелом на неделю кустах 114 роста ожидать и в принципе мы идем туда осталось еще немножко по сути дела сейчас котировка 113 56 увидим ли мы 114 я думаю да можем даже или 114 30 увидеть это верхнее по болинджеру на на него графики если смотреть на индикацию тренда то и дик сейчас на часовку 46 это очень сильный тренд единственное что плохо это то что у нас а дивергенция по артия и на часовках можно вниз и здесь таким образом у нас есть ближайший уровень поддержки 113 33 вот как раз здесь и можно покупать эту валютную пару первая покупка и вторая покупка 113 ровно и две цели на сегодня это 114 ровно и 114 30 то есть на часовках тренд сильный но при этом может быть откат за счет дивергенции и если смотреть допустим на аппетит к риску так называемый то есть это на фондовые рынки то по фондовым рынкам там все хорошо сегодня особенно по никей никей стартанул вверх то есть обвал никей от американского индекса некоторое время вот он был скажем так раскоррелированный сон пи шел вверх никей корректировался вниз но сейчас опять никей также резко стартанул вверх и пара австралийский доллар к японской тоже движется вверх а здесь тоже рост и я думаю что такая же картина как и по паре доллар японской иена то есть австралийский доллар к иене может немножко сходить вниз на коррекцию допустим на 8660 и там можно еще раз покупать или покупать если вы без позиций и ждать роста котировок максимума 24 февраля 8706 когда закроем два часа выше этой отметки то австралийский доллар японская иена может сходить 8737 и здесь у нас в целом рисковые активы покупаются сегодня очень хорошо европейские рынки покупаются сегодня неплохо и вот сегодня у нас в россии был отчет по банку в т.б. годовой отчет данные в целом тоже хорошие в т.б. заработал денег обычно в т.б. у нас такой банк с детьми такой репутацией то есть государство помогает помогает этому банку на банк что-то зарабатывал но вот в 16 год заработал он 50 одну целую шесть десятых миллиарда рублей прибыли и терапись сейчас а также прибавили на процент рынок открылся с гэпом вверх и поскольку сейчас в целом все хорошо так в азии и в европе по фондовым рынком я думаю что здесь еще и втб также прибавить то есть будет нас роста еще по втб то есть также можно посмотреть севди на втб также и можно купить сегодня именно локально внутри дня то есть купить сегодня до закрытия дня возможно под закрытие дня начнется у нас фиксация потому что я ожидаю плохих данных по нефти и плохие данные по нефти плохо обычно для российского рынка но вот так в течение дня допустим сейчас человек еще буквально там пару часов я думаю втб будет расти на хорошем отчете это все позитивно новости хорошие сегодня судя по всему будут по америке из да для вчера заявила о том что фрэ сможет 15 марта ставку повысить поэтому тут в принципе все замечательно по этой валютной паре то есть в рамках ожиданий и вот так же здесь еще вам привести в пример выражение знаменитого уоррена баффета я думаю все про него слышали он говорил один раз такое сказал выражение что деньги на бирже приходит не к богатым а к терпеливым то есть нужно иметь терпение ждать своего момента и потом уже получать профит меня вот тоже много в последнюю неделю-две мне много или что вроде бы там допустим давно мы ждем падение фунта там фунт не падает далее но те кто терпение имеют у кого она есть в итоге и получают самопадение зарабатывают поэтому я всех призываю запастись терпением но и действительно вам и сказал очень такое хорошее выражение и действительно это все работает на признаюсь честно у меня у самого допустим лет пять назад терпения не было никакого я только тоже много хаотических действий делал то есть был нетерпеливый такой человек но потом как-то само так пошло это на уровне подсознание что все-таки надо как-то более себя сдержанно вести и действительно заметил что стало получаться намного все лучше чем допустим постоянно в хаосе вот так вот двигаться уважаемые коллеги задавайте пожалуйста вопросы у нас еще немного времени я на них с вами отвечу также небольшой анонс завтра 2 марта четверг и по традиции по четверга мы проводим два вебинара первый в 10.30 обзор рынка и второй тематический вебинар завтра у нас будет в качестве темы это сбербанк годовой отчет сбербанка вот сегодня годовой отчет втб это банк номер два в россии банк номер один из сбербанк автора он попубликует четко годовой поэтому событие очень важное также вызовет изменение котировок сильное и в четверг и в пятницу потому что важная новость сбербанк это основная акция в россии акции очень активно торгуем и поэтому движение очень сильно и завтра мы обо всем об этом поговорим то есть есть хорошая идея для заработка я уже знаю как можно на этом заработать но сейчас говорить не буду потому что вы придете на вебинар а я все-таки хотел бы чтобы вы пришли что мы с вами поговорили вообще посмотрели на факторы по сбербанку и составили прогноз поэтому завтра обязательно приходите на это вебинар в 18 часов по москве как обычно заходить на наш сайт фрешфорекс в раздел обучение видео уроки там а ссылка будет и по нему сразу же пойти так боллинжер какие настройки боллинжер для часовок 24 потому что в 4 часа для днева к 21 потому что обычно в месяц 20 календарная 20 торговый день для недельных 13 потому что в квартале 13 торговых недель вот такие параметры использую по евро фунту и зуб это благодарю вас за вопрос вы знаете евро фунт он не брал потому что ожидаю падение евро и фунта и не знаю кто из них будет больше падать может быть и фунт упасть больше может и евро к доллару поэтому тут лучше евро фунт торговать когда кто-то один падает другой растет а вот золото говорил я в понедельник и вторник что до среды золота не трогай марта продаем с целью 12 с половиной долларов сегодня началась но да золото уже падает открыли день 1247 просто 8 отложим давайте долларов вниз то есть грубо говоря где-то 1235 поэтому по золоту шортим с целью 1235 почему золото будет падать доллар растет это плохо для золота фондовые рынки растут это плохо для золота если вот так вот коротко что касается дакса павел древоз вопрос по даксу я думаю будет тенденция к росту то есть дакс будет расти и где у нас такая цель и ближайшие самые сильные это 12000 это психологический уровень это первая цель вторая цель 12000 41 это верхняя по ленджеру на дневном графике чему дакс будет расти если коротко американский рынок вверх дакс обычно движется за ним евро падает для дакса это хорошо между евро даксом корреляция обратно это такая слегка так в двух словах по канадцу надежда отличный вопрос по канадцу я думаю что здесь будет рост то есть укрепление канадского доллара на часовках тренд вверх 42 значение dx выше 40 это очень замечает на 4 часовки вы 40 это замечательно пока 23 поэтому если все это резюмировать и с учетом того что зивер по часовкам дивергенции в области перекупленности себя сейчас сформировано уже тут откат откат вниз куда может быть откат к 1000 1 32 75 это средний по боленжеру на часовиках и вторая область для отката это уровень поддержки 132 30 то есть на 1375 1 32 30 купая и ждем роста котировок у нас получается цель 1 133 32 и 2 сильно сопротивление 13386 это максимум 20 января так арсейки настройки для часовок использую 8 для дневок и неделя к 13 так вроде бы на все вопросы ответил уважаем коллеги завершаем наши вебинара благодарю всех за внимание желаю всем пехов торговли не забудьте что завтра у нас с вами два вебинара так нефти текущих можно купить надежда и я бы не рекомендовал нефть купить я думаю что нефть лучше как раз именно смотреть к продажам потому что доллар укрепляется плохо для нефти и запасы будут плохие поэтому нефть надо продавать на мой взгляд и мы на мой взгляд можем упасть к вчерашнему минимуму 55 62 там может быть опять откат вверх то есть минимум вчерашнего дня можем протестировать я бы лучше продавал желаю всем успехов